Финал проекта «Рождённое побеждать» получился по-настоящему интернациональным. Этот сезон вывел конкурс девушек с ограниченными возможностями на международный уровень. Выросли географические масштабы, то есть мы от федерального конкурса расширились до международного. Приехали у нас участники из пяти стран, издалека преодолели такое длинное географическое расстояние. И, конечно же, волнительно очень будет увидеть то, что они получили за неделю, репетиции непрерывных труда. Мы увидим, наверное, то, что они продемонстрируют сейчас свои блестящие таланты. Я хочу представить свою страну на таком международном уровне, мероприятие такое большое. Я решила представить свою страну сейчас из достоинства. На Южном Урале конкурс с подобным масштабом просто неповторим. И очень радостно, что девчонки могут участвовать не только в Челябинской области, но и в разных странах. Песни на родном языке, танцы в национальных костюмах, трогательные стихи и даже цирковые номера. В этот день для творчества и самовыражения не было никаких преград. Кто будет петь, кто танцевать, кто будет театральные номера показывать, даже есть у нас цирковое искусство. Индивидуально номер у меня будет песня, буду петь на казахском. Я буду представлять танец в стиле контемпрови. У нас номер испанский дуэт, эстрадно-цирковая студия «Аквамарин». Мы танцуем и используем цирковые элементы в своем номере. Тайны, запахи и привычки, лень, любовь и земная скукоты, жизни личной моей странички. Премьера сегодняшнего финального шоу – это презентация гимнопроекта «Рождённая побеждать». Называется «Рождённая женщина». Я сочинила совместное стихотворение с участницей из Украины Еленой Добрунской. Музыка моя, стихи совместный аранжировщик Олег Ярушин, звукорежиссёр Дмитрий Локтёнов. И смонтировали с участницами из разных стран видеоклип на гимн проекта. Сегодня будет премьера. За неделю до финала во время подготовки у участниц не было ни одной свободной минуты. Съёмки клипа, мастер-классы и бесконечные репетиции. Но именно это помогло сдружиться и стать по-настоящему близкими. Я буду вспоминать больше всего девушек. Я здесь познакомилась со многими очень хорошими девушками, которые, наверное, мы будем дружить всю жизнь с этими девушками. Есть грустная радость. Не хотелось бы с ними прощаться. Некоторые из участниц очень много тепла дают нам прежде всего. Мы им даём, а они больше дают нам. Конечно же, прощаться будет грустно, но пока я об этом не думаю, всё равно в любом случае со всеми участницами мы остаёмся на связи. Мы никуда от них не уходим. Мы только прощаемся. И с днём рождения, со всеми праздниками мы друг друга поздравляем. Ну и о каких-то значимых моментах в их жизни узнаём тоже. У нас такая была насыщенная неделя. Мы так близко подружились со всеми. Очень жалко, но хочется уже домой. Мне хотелось бы пожелать девчонкам, которые бы хотели принять участие в подобных проектах, не бояться, сделать шаг и быть собой. Потому что когда ты неповторима, когда ты такая, какая ты есть, ты самая красивая, необычная. И мне кажется, это и трогает человека, который смотрит тебе в глаза. Конкурс «Рождённое побеждать» называют масштабным не только потому, что с каждым годом ширится его география, но и по той причине, что он стирает все мыслимые границы. Национальные и политические, физические и пространственные – этот проект о терпении и сострадании, о сильных и красивых людях, о любви к жизни.